Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Безопасность – это базовая потребность каждого из нас. Но всегда ли мы ведем себя безопасно? Какие меры не соблюдаем и что упускаем? Эти и другие вопросы обсудим сегодня с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Люберецкая Сергей Ретюнский. Сергей Алексеевич, здравствуйте! Большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Сергей Алексеевич, какие виды преступлений зачастую происходят из-за нашей невнимательности, отсутствия бдительности? Мы проводили анализ по итогам работы нашего подразделения за 2019 год. И мы можем сказать, что на территории Люберецкого района произошло резкое увеличение такого преступления, как мошенничество. То есть под поддельным документом люди получают кредиты. Очень сильно увеличилось такое вид преступления, как хищение денежных средств банковских карт. То есть люди зачастую сами по своей невнимательности раскрывают свои персональные данные, вследствие чего в дальнейшем происходит хищение из кредитных карт. Притом списываются очень большие суммы. Потому что сейчас во многом расчеты переведены на безналичный расчет. И, соответственно, большое количество населения, денежные средства, в том числе банковские вклады, оформленные в электронном виде. И, соответственно, после того, как произошло списание денежных средств, зачастую именно по вине владельцев банковских карт, они обращаются в отдел полиции с заявлением о том, что в отношении них было совершено отшельничество. После этого, когда мы проводим анализ уже с представителями подразделениями банка, выясняется то, что люди дают свои персональные данные, дают пароли, дают личные счета. Ну и, соответственно, происходит списание. Притом, если раньше основным видом этих преступлений было списание именно хищение денежных средств у пожилых людей, те, которые не знакомы с интернетом, которые не знакомы с интернет-банкингом, то сейчас зачастую попадают в основной своей массе молодые люди, люди среднего возраста, которые хранят свои накопления. Но в данной ситуации что могу порекомендовать? То, что если происходят какие-то телефонные звонки, потому что у нас банковские карты, зарплатные карты, они привязаны в обязательном порядке к телефону, и зачастую мошенники, используя телефон абонента, выясняют персональные данные, и после чего происходит списание денежных средств. Советую нашим телезрителям свои персональные данные не давать, то, что не раскрывать, не называть никакие пароли. Ну, соответственно, уже это не будет. А вот смотрите, Сергей Алексеевич, а вот есть еще такой момент, когда приходишь в какой-то сетевой магазин, и тебе предлагают там карту магазина, и обязательно нужно заполнить какую-то небольшую анкету. Да, понятно, что там оставляешь свой электронный адрес, не идет речь о банковских картах, естественно. Вот здесь раскрытие вот такого рода персональных данных, то есть фамилия, имя, номер телефона, электронная почта. Вот это как-то может повредить? Ну, конечно, можно повредить, потому что мы прекрасно понимаем то, что люди, если они занимаются предпринимательской деятельностью, и если в том же самом магазине либо торговом центре выдаются какие-то кредиты, то они выдаются под высокие проценты. Люди, приходя в магазин и пытаясь приобрести какую-то вещь, они прежде всего озабочены покупкой этой вещи. И не вникает то, что зачастую предлагаются просто бешеные проценты, бывают банковские займы, и 25%. И после этого, когда люди уже после того, как оформили этот кредит, начинают, в общем-то... Нет-нет, я вот сейчас говорю даже не про оформление кредита, до этого еще не дошла речь, а вот именно когда просто предлагают карту магазина, которая обеспечивает тебе какие-то скидки, допустим, в определенные часы, или там накопление баллов каких-то происходит. И вот ты оставляешь все равно даже при получении этой карты свои персональные данные. Они не такие вроде бы и... Мы в соцсетях больше, наверное, о себе выкладываем. Но в то же время это как-то может влиять на работу мошенников, облегчать им жизнь таким образом? Тут ситуация в чем заключается? То, что прежде всего надо понимать, кому мы даем эти персональные данные. Те же самые паспортные данные, тот же самый номер телефона. Потому что при оформлении той же самой карточки, допустим, кредитной карты в любой торговый центр, но мы же прекрасно понимаем то, что мы получаем какую-то определенную выгоду. А люди, которые уже занимаются и работают в данном торговом центре, ну, в общем-то, у них существует и служба безопасности, которая отслеживает данных сотрудников. Но, конечно, зачастую бывает то, что мы прекрасно знаем, то, что зачастую то, что персональные данные попадают и в сеть интернета, и ее таким образом перекупают. Но, опять же, могу сказать то, что если мы не дадим именно персональные данные, ну, в частности, допустим, код от банковской карты, если... Здесь, наверное, нужно быть совсем наивным уже. Ну, очень зачастую люди дают. Зачастую очень дают. Я просто могу сказать то, что мы проводили анализ именно то, что касается мошенничества. То есть сейчас в структуре ГУВД по Московской области создано специальное подразделение, которое именно занимается вот этим дистанционным мошенничеством. Потому что это действительно это охватило, потому что очень большой именно в процентах отношений вал, именно хищений, именно происходит в сфере вот этого безналичного расчета. Поэтому создано, да, специальное подразделение. То, что люди проходят специальное обучение именно компьютерной грамотности, программирования, экономической безопасности. И после этого уже мы работаем в данном направлении. А вот то, что касается обеспечения безопасности наших детей. Мы, взрослые, ну, в частности, родители, в чем могут недорабатывать? Именно из-за беспечности взрослых где страдают дети? Ну, я сразу хочу сказать то, что именно несовершеннолетних у нас на территории Межмуниципального управления внутренних дел функционирует специальное подразделение, которое именно занимается раскрытием, расследованием преступлений, правонарушением среди несовершеннолетних. И за истекший период времени, за 2019 год, мы получили довольно-таки большое снижение именно преступлений, которые совершили несовершеннолетние. Несовершеннолетние. А если преступление совершается над несовершеннолетним, здесь какая ошибка может быть у тех же родителей? Может быть, они чего-то не донесли своему ребенку, чего-то не сказали, чтобы он был более внимательным. Я просто, знаете, к чему? Вот вспоминается сейчас даже видео в интернете, такое активно ходило в лентах, может быть, около полутора месяцев назад, когда девочка в одном из подмосковных городов, девочка зашла в подъезд и поняла, что за ней наблюдает тоже какой-то, ну, назовем его злым дядей. Да, и она его очень так ловко обманула и быстренько выбежала из подъезда. Ну, смышленая девочка. Родители научили, скорее всего, подсказали, что делать в этой ситуации. Вот здесь все-таки взрослые действительно работают со своими детьми, обеспечивая их безопасность таким образом или нет? Действительно проводится работа, работа проводится и многими родителями, но у нас сейчас достаточно большое количество именно неблагополучных семей, которые стоят на учете, и также большое количество несовершеннолетних, больше 350, которые состоят на учете. Которые состоят. То есть мы прекрасно понимаем, что если эти несовершеннолетние уже попали на учет, соответственно, еще не произошло формирование личности. И зачастую то, что не только эти несовершеннолетние совершают преступление, И в отношении этих несовершеннолетних совершается преступление. Как правило, именно категория данных людей выросла в неблагополучной семье. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что такие родители своим детям ничего путного дать не могут. И зачастую мы в данной ситуации работаем с комиссией по делам несовершеннолетних и с опекой, и с образовательными учреждениями для того, чтобы довести до данной категории детей, граждан, именно ту опасность, которая таится зачастую и в сети интернет, и то, что сейчас происходит на улице. И, в общем-то, наша работа дает, в общем-то, позитивные результаты. Свои планы есть, да? Да, то, что у нас основные, в общем-то, преступления, те, которые совершают несовершеннолетние, это хищение. И в основном это хищение в торговых центрах, это зачастую хищение продуктов. И основная доля несовершеннолетних – это не жители Люберецкого района. Это, как правило, приезжие, те, которые приехали из других регионов Российской Федерации, и либо с ближнего зарубежья стран СНГ. Вот так вот. Соответственно, с данными несовершеннолетними проводится работа определенная. То, что у нас существует центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. То есть по решению суда мы собираем весь необходимый материал, потому что, ну, бывает то, что уже на несовершеннолетнего не могут повлиять уже именно работа органов профилактики. Поэтому они уже обращаются к нам, мы выходим с ходатайством в суд, и в случае совершения преступления, правонарушения, соответственно, оформляем документы и направляем именно данные категории детей туда. Ну и, соответственно, конечно, мы прекрасно понимаем, какая опасность сейчас стоится в интернете, сколько… Да, и в интернете тоже. Для них много разных соблазнов. Прогресс идет вперед, и сейчас фактически вся жизнь, она переходит, тем более для молодого поколения, в виртуальную реальность. То, что все, там у них и игры находятся, там у них и знакомства находятся, и, соответственно, конечно, они уже без этого не могут. И здесь тоже существуют определенные критерии, заключающиеся в том, что если раньше, когда еще был Советский Союз, существовало у нас определенное социальное равенство, и касаясь положения, то сейчас зачастую дети приходят, у одного родителей достаточно обеспечены, он приходит с дорогим телефоном, вот другой из беды семьи, у него менее, в общем-то, достаток, соответственно, с другим, но на этой почве тоже происходят определенные виды преступлений, потому что именно категория данных детей пытается дорасти, но они же не понимают почему-то, что у одного дорогой телефон, а у него простой там кнопочный телефон. Ну, соответственно, здесь тоже мы прекрасно понимаем то, что... Да, начинается внутренняя борьба. Скажите, пожалуйста, за прошлый год дети, сами дети становились жертвами преступных действий взрослых в нашем округе? Да, становились, да. Сколько вообще, о каком количестве может идти речь? Ну, сразу могу сказать, что у нас по территории Люберецкого района было направлено в суд два уголовных дела, ответственность, за которую предусмотрена статьей 156-й, это невыполнение родителями своих обязанностей. Достаточно большое количество у нас было составлено административных протоколов по статье 5.35 административного кодекса. Это ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. То есть и работу мы проводим тоже в данном направлении. Ну и, конечно, да, в отношении несовершеннолетних совершается и хищение. Но здесь в связи с изменением в законодательстве сейчас существует такой критерий, то, что уголовные дела, те, которые совершают несовершеннолетние, и те, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, расследуются уже следственным комитетом. Следственный комитет. То есть если раньше это была подведомственность и подследственность органов внутренних дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом статьи 151, то теперь занимаются наши коллеги именно из данного следственного подразделения. Но в любом случае оперативное сопровождение оказываем мы им и выявляем данную категорию преступления опять же мы. Спасибо, Сергей Алексеевич. Друзья, у нас сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а далее вернемся в студию и продолжим открытый диалог. Оставайтесь с нами. Это программа «Открытый диалог», и мы продолжаем беседовать с нашим сегодняшним гостем, заместителем начальника межмуниципального управления МВД России Люберецкой Сергеем Ритюнским. Сергей Алексеевич, вот на вашем итоговом собрании, на собрании вашего ведомства в декабре прошлого года, оценивая работу за год, было сказано, что в целом оперативную обстановку в округе удалось удержать на контроле. Вот эти слова «удалось удержать на контроле», они что обозначают? Ну, вы знаете, то, что в нашем ведомстве существует оценка деятельности органов внутренних дел, которые соблюдены определенные критерии, по которым оценивается наша работа. То есть это количество совершенных на территории района тяжких особо тяжких преступлений, количество уголовных дел, направленных в суд, и существует там порядка свыше 20 критериев, по которым оценивается наша работа. И в случае отрицательного индикатора, отрицательной динамики выставляется неудовлетворительная оценка. И когда все данные критерии находятся в положительной зоне, когда из расчета на определенное количество населения совершается определенное количество преступлений, и данная оценка не превышает, скажем, средний областной показатель, это говорит о том, что оперативная обстановка находится на территории нашего района под контролем. Да, то есть какие-то критерии, они... Слушайте, а это действительно, это заслуга сотрудников вашего ведомства, то, что преступлений, например, меньше совершается? Я просто могу сказать, и всегда был именно приверженец, скажем, такого, даже не лозунга, а такой фразы, то, что правопорядок в стране определяется не наличием преступности, а умением властей обезвреживать данных преступников. И в данной ситуации то, что происходят определенные виды преступлений, это в большей степени именно социально-экономическая обстановка, которая происходит на территории определенного региона, либо на территории, скажем, нашей страны, Российской Федерации. Вопрос заключается в том, что органы внутренних дел, это входит в систему органов исполнительной власти, и наша задача именно обеспечивать правопорядок. Это раскрытие, это выявление преступлений. Ну, конечно, соответственно, существуют органы профилактики, то, что для того, чтобы не допустить определенные виды преступлений, скажем, преступлений, которые совершаются в общественных местах, значит, ставится видеокамера. Мы прекрасно понимаем, что человек, который на протяжении длительного времени употребляет наркотики, ну, за редким исключением он так и дальше будет употреблять наркотики, и, соответственно, он будет попадаться и будет постоянно возбуждаться эти уголовные дела, ответственность за которые предусмотрена статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Или человек, который еще по малолетству стал совершать кражи, ну, поверьте, то, что пройдя путь в 20 лет, он не остановится, он так и дальше будет совершать данные кражи. И поэтому принимать к нему какие-то профилактические меры – это абсолютно неразумно. То есть в данной ситуации мы должны держать данную категорию лиц под контролем. Для этого существуют определенные рычаги, для этого существует и административный надзор, вот где вводятся определенные ограничения. Ну, и, соответственно, в случае совершения преступления их раскрывать. То, что касается профилактики, профилактировать можно только, я считаю, несовершеннолетних. Это только тех лиц, которые по недоразумению попали в какую-то определенную сложную жизненную ситуацию, и, сходя из этой сложной жизненной ситуации, совершают преступление. То есть, допустим, кушать нечего, и он совершил данное преступление, мы прекрасно понимаем. И вот какие ваши действия? Вот он совершил. Там что, родителям помогли найти работу? Или, ну, вот... Ну, если брать, допустим, несовершеннолетних, то данные несовершеннолетних ставятся на учет. И совместно с органами профилактики проводится определенная работа. То есть на постоянной основе мы посещаем данных несовершеннолетних, данную семью по месту жительства. Когда происходит летний период, либо каникулы, данные несовершеннолетних, чтобы они здесь не болтались и не совершали те же самые преступления, у нас есть военные лагеря, у нас есть патриотические лагеря. То есть данных несовершеннолетних мы за счет государства, с помощью органов социальной защиты, опеки, направляем именно на бесплатной основе. Наши несовершеннолетние уезжают на побережье Черного моря, в Республику Крым. И в данном направлении оказывается и адресная поддержка данным семьям. То есть работа действительно проводится серьезно. С семьей именно. Да. Сергей Алексеевич, еще несколько тезисов по поводу ваших годовых итогов за 2019 год. Значит, удалось снизить число грабежей, разбойных нападений, угона машин, раскрываемость экономических преступлений улучшилась. За счет чего? За счет работы подразделения по экономической безопасности. У них существует в нашем подразделении определенный блок именно экономических статей. Чтобы наши зрители понимали, уголовный кодекс подразделяется на определенные разделы. Существует общая, особенная часть. И также существует глава по преступлениям. Преступления против личности, преступления против собственности. И также экономические преступления. Экономические преступления – это незаконы предпринимательства и все то, что с этим связано. Это уклонение от уплаты налогов. Ну и, соответственно, при направлении данной категории уголовных дел, также должностные преступления при направлении данных уголовных дел в суд. В общем-то, это идет в зачет. И действительно, больше у нами было задокументировано именно должностных преступлений, фактов. То, что это связано со злоупотреблением, с превышением должностных полномочий. Опять же, взяточество. Опять же, преступления в налоговой сфере. И действительно, работа большая была проведена. Хорошо. Это про экономические преступления. Да, это про экономические преступления. Рассказали. А то, что удалось снизить число грабежей, разбойных нападений и угона машин. Здесь в чем заключается этот ступень? Вот именно здесь, здесь именно профилактическая составляющая. А, профилактика. Значит, была увеличена именно проведенная работа совместно с нашей либеретской администрацией. Мы практически во всех общественных местах установили видеокамеры. Программа «Безопасный регион». Да, абсолютно верно. Это губернаторская программа «Безопасный регион». То, что установлены видеокамеры. И при том, они установлены практически сейчас вообще в общественных местах. И, соответственно, если данное преступление совершается у нас на улице, то мы уже по видеокамерам практически можем проследить путь данного преступника. Конечно. И идентифицировать его личность. А какие самые резонансные преступления были в прошлом году у вас? Ну, достаточно. Сложно что-то такое вопрос? Нет, и есть то, что были задержаны преступники. Те, которые совершили разбойное нападение на... На постоянной основе разбойное нападение на таксистов совершали. Они были совершены. Опять же, данные лица были задержаны на территории Малаховки. Значит, были выявлены у нас наркопритоны. Были выявлены даже не только наркопритоны, а нарколаборатории. И действительно, очень большая работа в данном направлении проводилась. То, что было совершено... Конечно, это, в общем-то, для нас определенный печальный фактор. Но, в общем-то, могу сказать, что у нас на территории Люберецкого района было совершено 24 убийства. То есть цифра, конечно, это большая. Большая. Но практически все данные преступления были раскрыты. То, что действительно это большая работа, была проведена в данном направлении. И то, что касается действительно именно преступлений тяжких, особо тяжких, то, что здесь тоже удалось удержать нам ситуацию под контролем. И достаточно большая из них часть была раскрыта. Основные преступления, которые именно нами не раскрываются, по определенным причинам здесь есть. Это, конечно, нас очень тревожит. Вот именно кражи транспортных средств, которые были совершены. Но здесь существует объективное обстоятельство. То, что Люберецкий район со всех сторон, мы прекрасно понимаем, это не какой-то закрытый город, где один въезд и два выезда. Здесь мы со всех сторон окружены Москвой. И сами прекрасно понимаете, что достаточно большой идет трафик через территорию Люберецкого района. И трафик идет именно автомобильный, трафик идет железнодорожный. И мы работаем в данном направлении. И наша работа тоже перестраивается с учетом новых технологий. То, что сейчас основной упор, который направлен именно при обучении сотрудников органов внутренних дел, он именно связан работой с сетью интернет, он связан именно работой с программами определенными. И если раньше необходимо, достаточно большое количество времени было для получения нам какой-либо справки, то сейчас все это происходит буквально в считанные минуты. То, что все дежурные части выведены в рамках безопасного региона. И мы можем просмотреть в режиме реального времени все то, что происходит не только на территории Люберецкого района, но все то, что происходит на территории любого другого округа, даже какие-то далекие, которые от нас там располагаются, там Шаховская, Талдово или еще то, что, в общем-то, и данная информация в течение длительного времени хранится. То, что мы можем всегда эту информацию запросить и получить. И, конечно, нам это очень сильно помогает. И существуют определенные программы. И сейчас очень именно руководство Главного управления внутренних дел нашего Люберецкого ОД обращает внимание на работу в данном направлении. То, что она очень нам сильно помогает. И могу сказать, что достаточно большое количество преступлений было раскрыто именно с помощью вот этих цифровых технологий. И по определенным, понятным причинам я не буду раскрывать то, что связано с подробностями. Но работа действительно очень серьезно проводится. Вот, Сергей Алексеевич, прослеживая Вашу трудовую биографию, видно, что Вы работали в Московской области, в Астраханской области, в Матищинском районе, а также в Люберцах. Люберцы чем отличаются вот среди всех этих мест? Ну, прежде всего, то, что Люберцы для меня – это родной город. Да. В Люберцах я вырос. Это первое. В Люберцах очень многие знают меня, я очень многих знаю. А когда работа построена таким образом, то, что... Ну, меня кто-то с детства знает, я кого-то. Соответственно, в этом уже выстраиваются доверительные отношения. Проще, конечно. И, соответственно, проще получать информацию. И, соответственно, когда, скажем, работаешь там, или, как спортсмены говорят, играешь на своем поле, это, соответственно, в общем-то, родные стены помогают. Потому что, работая в других подразделениях, ну, мы прекрасно понимали то, что там именно за счет своих каких-то вот этих деловых качеств. Вот здесь же, на самом деле, ну, иногда приходит информация, и действительно раскрывается достаточно определенное там преступление именно из-за того, что, ну, скажем, лично меня знают. Вот. И то, что я здесь вырос. Из-за чертичного контроля. Да, и люди обращаются, и они прекрасно знают, ну, может быть, какие-то мои там деловые качества, черты характера, то, что, вот, может быть, я их не подведу. И поэтому разговор идет доверительный. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Алексеевич. Друзья, это был открытый диалог. И сегодня у нас в гостях был заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России Люберинская Сергей Ретюнский. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго. Межмуниципального управления МВД России Люберинская Сергей Ретюнский. Спасибо. Спасибо.